Прошло уже почти полгода после пожара вот в этом клубе, который работал неподалеку от городской набережной. Сейчас мы видим, на этом месте ничего не изменилось, здесь пепелище. Хозяин заведения считает, что уголовное дело пытаются сломать и не довести до суда. 26 октября 2017 года клуб Шале загорелся среди бела дня. Это произошло во время визита заведения сотрудников газовой службы, которые пришли поменять счетчик. В ликвидации сильного возгорания приняли участие 19 единиц пожарной техники и 65 человек личного состава. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Предприниматель Владимир Охватов сразу же заявил, что виновными он считает сотрудников расчетного центра коммунальных услуг «Уральс», которые не перекрыли газовую трубу во время замены счетчика. На данный момент уголовное дело завершено, идет за малым передача дела в суд. И вот, когда мы закинули иск, неделю назад здесь все началось. Заметьте, была тишина. Работники ВКЦУ, которые причастны к этому делу, они ничего не делали. И экспертиза была давно уже. И все уже было 5 месяцев назад, уже все было готово. Ну, могу сказать, да, пожаротехническая, потом материальная экспертиза и строительная. Вот три экспертизы. Сейчас они хотят поломать пожаротехническую, которую невозможно поломать, которая сделана по свежим сгоревшим материалам. Владелец клуба отметил, что его ущерб составил 750 миллионов тенге. Газовики претензий не признали и заявили, что действовали строго по инструкции. Точной причины возгорания до сих пор никто не озвучил. Вот здесь работники ВКЦУ газовой службы зашли с нашим представителем. Для того, подчеркиваю, для того, чтобы снять свою же перемычку и поставить новый счетчик. И именно вот здесь, вы обратите внимание, ничего сейчас нет. Прошло полгода. Нет, видите, ничего. Бетон, даже бетонные перекрытия, обратите внимание, они просто обрушились от высочайшей температуры. Напоминаю, что я долвал интервью, что газ горел 2-3 часа из вот той самой 63-й, если не ошибаюсь, трубы, огромного диаметра, магистральная. Газ горел на всю около 3-х часов. Сейчас здание сгоревшего клуба начали разбирать, ведь оно портит облик города. Сотрудники коммунального предприятия ТО «ЖАИКТАЗАКОЛА» говорят, что после закрытия заведения беспорядка на набережной стало больше. За зиму их нет. После такой случая их не было. А у меня начали уже воровать. Урна пропадала, у меня 30 штук за зиму. А про них ничего. Чистота, порядок. Вот их не осталось, которые летние. Его все поломали. Мы же работаем, чистоту, порядок держим. Стоит отметить, что сейчас все крупные торговые центры и образовательные учреждения проверяют на предмет пожарной безопасности.